Так весело и задорно проходят каждое утро до шкалят. С ними проводят утреннюю гимнастику, подвижные и развивающие игры. За спортивную подготовку в детском саду номер 18 отвечает инструктор по физической культуре. Свою профессию Ирина Барышева выбрала, когда сама ходила в детский сад. И с тех пор своей детской мечте она не изменила. Более 15 лет работает воспитателем и последние 4 года инструктором по физической культуре. Я сама в детстве посещала детский сад. И у меня остались только светлые и теплые воспоминания. И когда передо мной стал вопрос о выборе профессии, я не задумывалась и вступила в факультет дошкольного образования. В сфере дошкольного образования я работаю уже 15 лет. И из них последние 4 года я работаю инструктором по физической культуре. В нашем саду есть большой оборудованный детский сад. И моя задача заключается в том, чтобы дети росли физически крепкими, здоровыми, чтобы они полюбили спорт. Так как в наше время это очень актуально, потому что в дальнейшем придется сдавать норму ГТО. В пользу случаях я хочу поздравить всех дошкольников образования с праздником, пожелать им творческих успехов, семейного благополучия и талантливых воспитанников. Это еще один важный вид деятельности ребенка дошкольного возраста. По мнению Ларисы Александровой, воспитателя детского сада «Села Музяк», ролевые игры позволяют развивать у детей творческое мышление и отрабатывать навыки общения. Педагог с 27-летним стажем говорит, что сейчас система изменилась, и воспитатели ориентируются не только на потребности, но и желания детей. Пришла в дошкольное образование в тяжелые 90-е годы. Работать приходилось по 12 часов. Своих детей Лариса Николаевна видела только по выходным, но ни разу не пожалела о своем выборе. Более 20 лет я работаю воспитателем и ни о чем не жалею. Дети – это радость. Это самое главное, что у нас есть. Для меня чужих детей не бывает. Ко всем детям я отношусь как к своим, с материнской заботой и нежностью. Мне многие задают вопрос, что значит быть воспитателем. Быть воспитателем – это значит каждый день общаться с детьми. Это думать о них, сопереживать успехам и неудачам, любить их. Еще быть воспитателем – это, наверное, быть актером. И каждый ежедневно придумывать удивительные истории, как добрый волшебник. И помогает детям поверить чудом. Молодым специалистам я желаю побольше, как сказать, умных, талантливых детей, послушных родителей, ну и терпения. Если прогулку пришлось отменить из-за дождя, то ребята не сидят без дела. Одна игра сменяется другой, каждому ребенку необходимо найти индивидуальный подход. С энтузиазмом к работе подходят молодые специалисты. Для них выбор профессии не просто выбор работы, все они фанаты своего дела. Айруза Фасляхова воспитателем работает третий год. Тем не менее, в этом году она стала лучшим педагогом в первом детском саду. По списку у нас 29 детей. Группа очень большая, но они послушные, они добрые, они отзывчивые, они понимают, они знают, что от них хотят. Ну вот вы не отношены всю группу? Как-то помогает это взаимопонимание со своими коллегами? Мы на группе работаем два воспитателя. У меня сменщица Ритак Дамовна. С ней работать очень легко. Она во всем помогает. У нее стаж больше, чем у меня, поэтому если нужна помощь, я к ней обращаюсь, она всегда мне помогает. Я не жалею, что выбрала эту профессию. Работать с детьми очень интересно. Именно этот вот взраст, 6-7 лет, подготовительная в школе группа, дети очень любознательные, они все спрашивают, им все интересно. Мне очень нравится работать. Детский сад стал для меня вторым домом. Я знаю, что здесь меня любят, ждут. Профессия воспитателя – это не только профессия, это состояние души. Быть воспитателем – это значит все время двигаться вперед, развиваться, искать и находить что-то новое, интересное, развивать свои творческие способности. В день дошкольного работника я хочу пожелать всем, чтобы никогда не газ свет в их глазах и чтобы работа доставляла им только удовольствие. И это, как правило, взаимно. О своих первых учителях дети говорят немного, но главное – искренне. Меня зовут Фея Рузара Анисовна. Она добрая, хорошая. Очень педметом, что можно делать, а что нельзя. Какая она вот у тебя? Стругая. Стругая? И помогает, не галактика, помогает, не галактика, помогает, не галактика, не галактика, не галактика. Учит нас, чтобы мы были умными, хорошими, внимательными. Ты любишь свою воспитательность? Да. Секрет успешного воспитания во взаимности и заинтересованности. Уже затем в привязанности и любви. Но даже и этого недостаточно. Как признаются все герои сюжета, работа с детьми – это огромная ответственность. Ведь в лице своего наставника малыши обретают вторую маму.